На арене команда «Уралочка». Этот танец принес им серебро на областных соревнованиях. Тогда растопил сердца судей, сейчас душой прониклись первоуральские зрители. Просто молодежь, она красиво катается, а какие костюмы на них наряд. Душа радуется. Ледовый дворец отмечает юбилей, 50 лет. Сегодня здесь занимаются почти 700 детей в секциях по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Этот лед они делят со школы «Уральский трубник», которая готовит игроков в русский хоккей. Первым делом вкатывают торт, правда съесть его нельзя. Тут же на лед выходят гости, среди них спортсмены и политики. Тысячи первоуральцев получили возможность заниматься как профессионально спортом, так и просто физической культурой. Это объект, который позволяет нашим горожанам практически круглогодично кататься на коньках. Ледовый открыли полвека назад. Дворец построили хозспособом. Монтаж металлоконструкции корпуса здания выполнили строители, а все остальное сделали работники цехов новотрубного завода. Одна из деталей – только для холодильной установки понадобилось 20 километров труб. Этот ледовый дворец открыли в 1968 году, и тогда это была первая крытая арена не только в Свердловской области, но и вообще на Урале. Сначала здесь проводили только тренировки по хоккею с мячом, но позже открыли секцию фигурного катания и хоккея с шайбой. За время работы здесь подготовлено 14 мастеров спорта, 3 мастера спорта международного класса и, конечно, десятки звезд хоккея. Среди них Екатерина Смоленцева сегодня не могла пропустить юбилей. Этот лед для меня был самый первый, так скажем, в моей карьере. Не только для меня, для девчонок из нашей команды, кто участвовал на Олимпийских фигуре, Алена Кобич, Саша Капутина, Сид Терентин. Много можно перечислять. На юбилей устроили представление, которое перенесло зрителей не на 50, а на сотни лет назад. Артисты театровариант показали спектакль «Сказание о земле уральской», а после первоуральцев пригласили на лед, чтобы научить владеть клюшкой или сделать змейку, прием скольжения в фигурном катании. Другими словами, лед здесь никогда не пустует. Практически с 7 утра и до 24 часов ночи лед занят. То есть это секции, это массовое катание, это люди, которые просто арендуют лед, чтобы покататься. В Ледовом намерены установить систему очистки воды, чтобы лед был белоснежным. Кроме того, в планах сделать более ярким освещение арены и трибуны перекрасить в сочные цвета. Алексей Вербицкий, Денис Харамцов. Новости. Перворайск.